Привет, друзья! Это программа Эх, дороги! И я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Сегодня мы в центре города. В самом, можно сказать, центре. Поехать! Все мы прекрасно знаем, особенно те, кто живет в Перми, что улицу революции масштабно реконструируют. Ну, в частности, здесь появились трамвайные пути. Раньше трамваи здесь не ездили, вдруг кто не знал. Ну, когда-то ездили, я имею в виду, что в современной России их не было. Так вот, но речь так не об этом, друзья. Речь о том, что вообще у нас очень много претензий со стороны автомобилистов по поводу парковочных карманов. По сути, в центре города сейчас припарковаться довольно-таки сложно. Вот поэтому мы и здесь. Масштабная реконструкция завершена. Вроде как все красиво. Вроде как европейский даже уровень. Но, тем не менее, посмотрите. Парковочные места около стадиона «Юность». Они есть. Ну, вот, например, вот мы сейчас подъехали и припарковаться просто-напросто не смогли. Все занято. Мы припарковались, я сразу хочу отметить, вот здесь во дворе. Хорошо, что здесь нет никакого забора. Поэтому можно было спокойно туда заехать и припарковаться. Остальные дома, вот я смотрю, которые по революции стоят, везде уже есть забор. Оно и понятно. Жители, разумеется, не хотят, чтобы чужие, как говорится, заезжали и парковались. Но ситуация заключается в том, что действительно найти здесь какое-либо место очень затруднительно. И на этой стороне, вот если двигаться со стороны Комсомольского проспекта, ни одного парковочного места. Почему проектом не было предусмотрено, я, если честно, не знаю. Но факт остается фактом. Припарковаться можно только вот с этой стороны, со стадиона «Юность». И то, как мы видим, здесь очень мало этих самых парковочных карманов. Конечно, скорее всего, сейчас найдутся те, кто скажет, мол, невозможно вот по этой стороне сделать парковочные карманы, места слишком мало. Но, знаете, друзья, мне кажется, возможно все, если грамотно проектировать. Просто, скорее всего, не учли. И вот сейчас мы видим, что по всей дороге вот стоят запрещающие знаки. Ну и, конечно, здесь даже если нарушить, припарковаться невозможно, поток такой, что просто сзади автомобилисты тебя съедят. Ну и несколько слов вот об этом спасительном дворе. Адрес, чтобы было понятно, газета «Звезда» 42. Еще раз напомню, я уже сказал об этом, что единственный двор, где еще не установили забор. Поэтому многие, в том числе и мы, деваться, друзья, было некуда, заехали вот сюда. Тут нужно сказать, что, знаете, когда я уже говорил в начале программы, европейский уровень, да, вот вроде все сделали, все так красиво. Но как только мы заезжаем в какой-либо двор, в данном случае вот этот, посмотрите, в каком состоянии дорога. Плачевном, надо сказать, плачевном. Если мы хотим гордиться нашим городом, то, конечно, такого в центре быть не должно. Все на сегодня. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, но и самое главное, удачи на дорогах и, конечно же, будьте здоровы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok